Внешняя нагрузка, заряд батареи, правильный взлёт и посадка. С виртуального мира начинается подготовка пилотов будущего. Участники регионального этапа Всероссийского чемпионата выполняют первые задания на симуляторе. Он позволяет изучать манёвры, оттачивать навыки управления и даже имитировать сложные и опасные ситуации. Реалистичная картинка на экране и специальный пульт передают точное поведение беспилотного летательного аппарата. Это большой плюс, признаются школьники. Вообще, у меня с детства внимание уделяло, что относится к радиоуправляемым штукам и что летают. И потом я узнал, что есть такое хобби, как эфивидроны. В эфивидронах есть ещё несколько... То есть это прям спорт, можно сказать. Соревнуются в чемпионате 12 команд из пяти муниципалитетов. В каждой есть пилот, техник-инженер и наставник. В основном это школьники от 7 до 18 лет. Победители регионального этапа представят Ульяновскую область на площадке в Казани. Финал запланирован на первую половину июня. Глава региона поставил задачу выступить достойно. Для этого, как отметил Алексей Русских, у ребят есть и способности, и необходимые навыки. Очень здорово, что наша молодёжь активно носит свой вклад в развитие передовых направлений развития науки и техники. Для нашего государства быть в авангарде научно-технического развития – исторически важная задача. И молодёжь региона упорно ей следует. Идёт в ногу не только с современными технологиями, но и изучает космос. Это доказывают новые проекты. Один из последних – «Соникс» – сеть открытых наземных исследовательских комплексов. Губернатору представили презентацию с основными элементами работы спутниковой станции. Особенность этих спутников в том, что они создаются школьниками и студентами. Вот та станция, которую мы сегодня презентуем, она начинает свою работу. Эта станция как раз приёма космических сигналов. Она позволяет принимать изображения с этих спутников, телеметрические данные. С помощью станции ребята смогут обрабатывать полученные данные. В процессе задействуют искусственный интеллект. Так школьники и студенты сделают первые шаги в освоении космических технологий. Александра Никитина и Герман Баранов. Улуправда. ТВ.